Никита, привет. Здравствуйте. Ты знаешь, что это такое? Это механический инструмент, называется пианоло. Пианоло, это пианоло. Ты посмотри, какая вещь. Смотри, перфоката, здесь перфорация. Смотри, как здесь все открывается. Короче, по большому счету, я все равно ничего не знаю. Сейчас придет Дима, и он тебе все про нее расскажет. Это специалист высшей категории. Круче него в Москве нет. Он занимается своей деятельностью больше 35 лет. Да, больше 35 лет. Добрый вечер. Мы хотели вам рассказать о необычном инструменте, который попал очень интересными путями на небольшую реставрацию и последующую настройку. Но это не совсем обычная пианино. Никита, вот доводилось в своей жизни видеть подобные инструменты? Доводилось только в интернете, к сожалению. Я видел не только пианоло, но и орхестрион. Но вот до сих пор не знаю, как последние работают, не представляю. Потому что там столько музыкальных инструментов, и приводится всего лишь одним электродвигателем. Там, вы понимаете, и скрипки, и духовые инструменты, и гитары, и даже аккадеоны побавляются. Я не представляю, как это все работает. Да, орхестрион создавался как симбиоз. В одном инструменте соединить целое множество. А здесь задача была при создании пианолы, которая называется стек, задача инженера была довести до слушателей те эмоции, которые записывал композитор на такой бумажный ролик. Посредством воспроизведения достигалась та эмоциональная картина, которую в музыке композитор хотел передать. Изобретательным механического фортепиано считается Эдвин Ваттей. Его пианоло 1895 года выпуска работало за счет давления, создаваемое воздействием пианиста на педали внизу инструмента. А музыка, соответственно, воспроизводилась при помощи перфорированных бумажных рулонов. Отверстия бумаги означали только ноты, не было динамических оттенков, темпа. А разница между пианолой и пианино тогда состояла лишь в том, что первый не требовал присутствия музыканта, знающего особенности нотного стана. На самом деле не так все витиевато, как можно подумать. То есть весь механизм состоит из мехов, нагнетающих воздух в патрубки, передающих на мембраны, превращение барабана и поступение воздуха, которое считывает перфорационные отверстия и передает затем уже движение молотка. Скажите, пожалуйста, в таких вот пианолах встречались регуляторы Уайта. Регуляторы Уайта – это устройство, которое дает ленте крутиться равномерно, не рывками. Нет, здесь такого нет, здесь витроли выполняет маленький рычаг, мазящий, вращение. Достаточно все сделано как бы примитивно, здесь нет регулятора. Просто у меня возник такой вопрос, потому что в оркестеронах я такое видел. Ну это как часовый механизм, в смысле, нет, здесь такого нет. Сказали, что как звучит вот это пианол, звучит очень интересно, вот гамма звукоприятнее. Ну, здесь зависит от мастерства оператора. Пианолы – это называлось так профессией реальной, которой обучались люди. То есть не каждый человек мог сесть и получить картину на выходе музыкальную. То есть нужно было научиться плавности движения, синхронном движении рук при управлении рычагов, длительности звука заглушения, да, сустейна или еще интенсионно, где нужно убыстрять темп или, наоборот, притормозить. Если следовать вот этой красной полосе, да, и стрелочке. В 903 году один из сотрудников ВАТЭ, Фрэнсис Янг, предложил решение проблемы темпа. Играющий на пианоле должен был сам следить за ним. Янг стал наносить на ролик волнистую красную линию, которая обозначала изменение темпа и служила подсказкой. Мне за свою практику встречалось всего лишь только три их. И это первый экземпляр в таком состоянии. Потому что все остальное было наполовину разрушено, где-то отсутствовали детали, где-то попросту не было механизма, он был снят, и были либо остатки его. То есть восстановить не представлялось никакой возможности эти инструменты. Вот этот экземпляр, он совершенно уникальный. К слову сказать, их на всей планете сохранилось, ну, не более там 30 экземпляров. В таком именно состоянии превосходном. Потому что если даже здесь присмотреться внимательно, можно увидеть адрес магазина, где продавался данный инструмент. Это Москва, Кузнецкий мост, дом номер 15. А на Кузнецком мосту, доме 3, 30-е и 20-е годы располагалась студия грамзаписи «Муз-трест». Да, совершенно верно. Шелачный. Выпуск шелачных пластинок. Вполне возможно, что это вот те же сотрудники, которые были дилерами данной фермы, они основали потом выпуск пластинок. У меня возникает такое ощущение, что именно пианолы не пользовались около, наверное, может быть, 80-90 лет. Потому что это очень сложный механизм. И те люди, которые еще жили в те времена, они знали, как этим пользоваться. Именно в начале века, там, 30-е, 20-е годы. А вот позже, наверное, люди уже такие исчезли. И это оно ставило забытие. Нет, дело в том, что все гораздо проще. Жизнь активная, вот такого произведения искусства, не могу сказать, она была 20-30 лет всего лишь, потому что вскоре появились граммофоны, патефоны, да, и механические первые шелачные пластинки. Сначала это было до пластинок, были валики восковые, как бешедесом, который их создал, да. И потом стремительно уже начало завиваться граммофонная промышленность и выпас граммофонов пластинок. И попросту утрачено смысл данного механизма уже был. Он, конечно, сейчас уже является коллекционной музейной ценностью, в первую очередь. Но для энтузиастов это очень может быть интересно. 920-е годы стали периодом наибольшего расцвета механического фортепиано, но и их закатом. В это время совершенствовалось радио, теперь его можно было слушать без наушников, собравшись с семьей или компанией, как раньше слушали пианол. Однако настоящим испытанием стала великая депрессия, которые производители пианол практически не пережили. Выражается благодарность мастеру с 35-летним стажем Дмитрию. Я тоже хочу дополнить реакцию Никиты. На самом деле, Дима, он, вот если я, скажем, в винтаже в антиклариате свистящий, то Дима свистящий в своих вот этих вот фортепиано, потому что он часами может под ним находиться, что-то там делать, настраивать, что-то там перестраивать. Ну, человек просто не от мира сего. Дима, спасибо тебе огромное. Ну, а теперь, наконец, давайте сыграем. Кто у нас? Никита Викторович будет сегодня играть? А? Давайте стульчик. Да, пожалуйста, стульчик вам. Как-нибудь так получилось. Спасибо.